Последние дни погода за окном не вызывает никаких чувств, кроме хандры. И поэтому в эти действительно серые и унылые будни Автопанорама решила внести что-нибудь яркое, белое и позитивное, а именно тест-драйв одной из премьер уходящего года. Яркое, белое, вызывающее бурю позитива. Новая Toyota Camry. Итак, герой нашего сегодняшнего теста – новый Toyota Camry. Лично мне трудно назвать его новым, я бы назвал его скорее обновленным. Потому что все изменения, которые мы видим, они коснулись непосредственно облика автомобиля. А именно, добавились светодиоды в оптику, решетка радиатора стала немножко шире. Ну и уже известная тойотовская дизайнерская идея, сужение такое красивое. На этом, пожалуй, все. Форма бампера немножко изменилась, за счет чего автомобиль стал на 2 см длиннее. И хоть глобальных изменений не произошло, Camry как-то помолодела, стала заметнее. В экстерьере отчетливо прослеживается общая дизайнерская тенденция Toyota, что, несомненно, пошло автомобилю только на пользу. Взгляд сузился, благодаря светодиодам стал ярче. Задняя оптика, разделенная сужающейся к бокам хромированной полосой, также стала выразительнее. В общем, уже с первого взгляда на авто он заряжает энергией и юношеским задором, хотя пред нами зрелый и состоявшийся седан бизнес-класса. А теперь за руль. Итак, я не буду сегодня говорить о комфорте и удобстве посадки водителя за рулем. У Toyota этот показатель всегда был на самом высоком уровне. Поговорим просто о новшествах, которые появились. Ну, во-первых, это новый руль. Теперь он трехспицевой. Есть все органы управления. Дальше. Изменения претерпела панель приборов. Появилась красивая неоновая подсветка. Выглядит все очень здорово. Очень прикольная фишка – ионизатор воздуха. Не знаю, важна она или нет, но воздух получается очень интересный, вкусный что ли. Особенно хотел бы отметить такую вот интересную вещь, как беспроводная зарядка телефона. К сожалению, мой телефон он не поддерживает, но, наверное, владельцы более популярных и дорогих гаджетов будут приятно удивлены. Что касается изменений центральной консоли, то здесь их, в принципе, не очень много. Тот же сенсорный дисплей, тот же трехзонный климат-контроль. Единственное, что хочется отметить – это появление полноценного обогрева лобового стекла. В наших условиях эта вещь незаменимая. Все возможные настройки, мультимедийные технологии и системы безопасности присутствуют здесь в полном объеме. Удобно, комфортно, богато и дорого. Вот так четырьмя словами можно передать ощущение от нахождения на водительском кресле Кэмри. Не обошлось без сюрпризов и на заднем диване. Находясь в задней части нового Тойота Кэмри, прекрасно понимаешь, что это не бюджетный класс автомобиля. Все материалы на высочайшем уровне, как и подобает Тойоте. Конечно, сказать, что здесь места очень много, я не могу, но его достаточно. Сам за собой я уселся. Места для ног у меня хватает, для головы тоже. Особых отличий от предыдущей модели немного, но они все-таки есть. Например, вот этот вот подлокотник. Бокс для хранения мелочей. Есть розетка. Поскольку здесь трехзонный климат, я могу отсюда, с пульта, управлять климат-контролем для себя. Включать подогрев сидений, выключать магнитолу, настраивать все. И самое интересное, чего я, допустим, еще не встречал в Тойоте, это регулировка задних спинок сидений. Но в этой технологии есть определенный минус. Если вы заказываете электропривод задних сидений, то складываться эти сидения у вас уже не будут. Ну и как подобает любому автомобилю, лючок для длинномеров. В общем, если рассматривать новый Кэмри как автомобиль для езды сзади с водителем, то очень хороший вариант. Отсутствие складывающихся спинок сидений, безусловно, может вызвать ряд неудобств. Но глядя в целом на просторный, комфортный и технологичный салон, дарящий приятные тактильные ощущения от прикосновений к любому его элементу, не хочется даже и думать о том, что придется сюда что-либо грузить. Автомобиль исключительно для себя любимого и своих любимых соответственно. Не разочаровала новая Кэмри и на дороге. В двигателе и ходовой изменений нет. В новом Кэмри двигатель не изменился. Это все тот же старый добрый бензин, объемом 2,5, мощностью 181 лошадиная сила. Все это работает в тандеме с шестиступенчатым автоматом. Вообще машина достаточно интересная, динамичная, резвенькая. Двигаться в трафике городском очень и очень удобно. Также хотелось бы отметить настройки подвески. Я уже давно не встречал таких вот одновременно и мягких настроек, когда машина плывет, но чтобы это никоим негативным образом не отражалось на управляемости автомобиля. С управляемостью здесь тоже все в порядке. Как утверждают тойотовцы, они проработали дополнительно шумоизоляцию моторного отсека. Как было, я, к сожалению, не знаю, но в автомобиле очень тихо. То есть чувствую я себя комфортно. Окружающие звуки в салон не проникают. Поэтому придраться действительно не к чему. Как человеку за рулем, так и пассажиру Кэмри дарит самое лучшее впечатление. Тойота лишний раз подтвердила свое место под солнцем. Так это или нет, рассудят окончательно лишь водители. Но все шансы на успех очевидны. Яркий облик, отличные ходовые качества плюс богатство интерьера. Все это и есть Кэмри – обновленный седан бизнес-класса от Тойоты.